Ирина Ираклина Степановой, доцент в кафедре семейной медицине Центральной государственной медицинской академии прав делаем президента Комплексный подход к лечению гриппа, РВИ, включая COVID-19 на современном этапе Пожалуйста, я вам передаю слово Вы подключаетесь Большое спасибо А я подключаюсь Павел Андреевич, большое спасибо за представленную возможность Я надеюсь, что меня слышно И я тогда, наверное, смогу начать свое выступление Небольшое, с такой практической, как бы, некой направленностью Итак, комплексный подход к лечению гриппа, РВИ, включая COVID-19 на современном этапе Острые респираторные вирусные инфекции занимают значительную долю в структуре заболеваемости И занимают лидирующее место среди инфекционных болезней Здесь перечислены основные, с которыми мы чаще всего сталкиваемся И, конечно, больше всего нас всегда раньше из этого перечня интересовал грипп И даже в 2019 году, с 19 по 30-е была выработана ВОЗом глобальная стратегия по гриппу Где отмечалось, что грипп – это серьезная угроза здоровью, глобального масштаба И что в сегодняшнем тесном взаимодействующем мире следующей пандемии гриппа обязательно произойдет Вопрос лишь в том, когда это случится И при этом эксперты считали, что тяжелая пандемия может быть глобальной катастрофой С далеко идущими последствиями Но случился коронавирус, который вы все прекрасно знаете Вот это вчера я буквально взяла последние данные из интернета По заболеваемости и смертности в нашей стране И вот, пожалуйста, количество новых случаев заражения коронавирусом Буквально на 16 мая в нашей стране И вот такой же график смертей от коронавируса С 20 декабря 2021 года по 16.05 Как к этому относиться? Тут всегда Павел Андреевич это подчеркивал Как эта статистика, насколько она для нас отражает полностью Ситуацию, но в высоком случае какая-то статистика имеется И по поводу этой проблемы у нас сейчас, конечно Очень серьезный такой настрой в плане и диагностики Особенно лечения, конечно А вот что же касается гриппа Гриппа, вот в 20-21 по данным ВОЗ Было отмечено даже некое отсутствие активности Но при этом отмечалось, что 21-22 Вот период сезона ранней высокой активности Отмечалось в ноябре-декабре 2021 года уже И я специально взяла самые последние данные Института гриппа в Санкт-Петербурге И вот посмотрите, красные линии Это ОРВИ и грипп, заболеваемость 21-22 год Видно, что где-то перед Новым годом, после Нового года Был подъем ОРВИ и гриппа И это, так сказать, имеет место быть Мы не можем стоять на тех позициях, на которых Некоторые наши инфекционисты стоят Что вот ковид вытеснил полностью грипп и ОРВИ Конечно, это не так И вот только отдельно по гриппу За сезон 21-22 года Тоже вы видите эту кривую И она относительно базовой линии Значимо подымается Вот и имеет место, так сказать, эти заболевания быть Поэтому вот если мы посмотрим на эту таблицу То мы видим, что респираторные вирусы Способные вызвать патологии дыхательных путей Они делятся на РНК и ДНК И в основном большая часть это РНК-вирусы А ДНК, в общем, в меньшей степени Ну, вот, например, такой, как аденовирус Он дает и поражение Ирина, то взяла фаренгит И осложнение, кстати, очень порой неприятное И тяжелое в виде пневмонии и так далее Но самое интересное, что он как-то вот не привязан К той сезонной циркуляции А циркулирует в течение всего года И поздней весной, и ранней осенью, и летом Аденовирус прекрасно может, так сказать, нас настигнуть А среди вот РНК-вирусов мы видим с вами и коронавирусы человека Но это те коронавирусные заболевания Которые давали в основном ренит И большой беды по сравнению с тем, что потом произошло Не давали Но пациенты с ОРВИ в основном в начале Особенно, ну, практически Кроме, может быть, как-то удается выделить грипп И всегда стараются Сейчас мы об этом скажем несколько слов Предъявляют практически жалобы на повышение температуры Если есть головная боль Слабость, насморк, кашель, боль в горле Грипп всегда старались как-то выделить И по клинике Пока нет, так сказать, никакого подтверждения А чаще всего его и не бывает, лабораторные Но теперь есть, например, в Москве Больше возможности тестирования и на грипп Но мы помним с вами, что интоксикационные проявления Наступают, так сказать, достаточно выраженно Это и начало болезни острая созноба И температура, которая высоко повышается А катаральные симптомы, такие как заложенность носа Небольшой ренит, кашель и так далее Несколько отстают и появляются чаще всего К концу только первых суток Что нам дает возможность Все-таки больше заподозрить То, что в данном случае мы видим грипп Но в любом случае все острые респираторные вирусные инфекции Могут протекать с осложнениями И как раз вот эти осложнения являются основной бедой И проблемой на фоне гриппа И на фоне других острых респираторных вирусных заболеваний Именно осложнения Поэтому, конечно, когда мы, так сказать, ставим себе цель Лечить или не лечить То мы в первую очередь еще понимаем Что это может снизить риск развития осложнений Врачи руководствуются теми рекомендациями Которые, ну, должны руководствовать теми рекомендациями Которые есть У нас уже есть временные методические рекомендации по COVID От февраля до 15-я версия У нас есть рекомендации по гриппу РВИ Минздрава 21-го года Есть и временные методические рекомендации Лекарственная терапия ОРВИ в облаторной практике В период эпидемии COVID-19 от 20-го года апреля И везде звучит, так сказать, проходит красные линии И главное, что звучит, это то, что нужно применять этиотропные препараты Особенно, это в первую очередь касается гриппа Напрямую блокирующие репликацию вируса гриппа А для того, чтобы говорить об прямых противовирусных препаратах То мы должны и представлять себе Какая имеется мишень И вот прямые противовирусные препараты Они имеют определенную молекулярную мишень В цикле репродукции вируса И это, если это доказано, то это крайне важно И вот посмотрите, я всегда ставлю этот Не могу оторваться от этой, так сказать, картинки Потому что в ней как-то вот очень понятно И подробно указаны те, как бы, точки приложения Которые имеет вирус Вирус имеет гемаглюцинин Благодаря которому он внедряется в клетку Вирус гриппа, в частности, вирус гриппа имеет нейроминидазу Благодаря которой вирусы выходят из клетки Она остается мертвой, а они захватывают другие клетки Это ионный канал, который тоже очень важен в жизнедеятельности вируса И это РНК, благодаря которым, так сказать, проходит репликация вируса Поэтому вот на этом слайде указаны противовирусные препараты Далеко не все, далеко не все Но все-таки я постаралась основные, которые мы используем в лечении гриппа ОРВИ И красным перечеркнутся препараты-блокаторы М2 каналов Потому что мы с вами работали и знали эти препараты Это Ремонт-1 в первую очередь Но на сегодняшний день по поводу вируса гриппа H1N1, H3N2 Есть полученные данные о резистентности к данной группе препаратов Поэтому пока что мы сейчас затормозились и их нигде не рекомендуем Ингибиторы нейроминедаза широко известны И нужно опять оговорить, что астальтамивир, занамивир Но перамивира у нас нет, но неважно Вообщем все эти два препарата нам хорошо известны Это мерклю и реленза Они должны применяться именно на грипп И такие даже установки есть и в западной литературе Что только на грипп, а то еще и на такую требующую терапию тяжелую форму Есть и среди перечисленных препаратов, который называется Умифенавир А коммерческое название у нас в стране Арбидол Он является ингибитором гемаглюцинина И если вернуться опять к рекомендациям Тут невольно все время идет ассоциация с рекомендациями с разными Так вот, если вернуться к рекомендациям по COVID-19 И в последней версии Написано, что принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 С клинической картиной сезонных ОРВИ До подтверждения этиологического диагноза В схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ Такие как интраназальные формы интерферона-альфа Препараты индукторов интерферона А также противовирусные препараты с широким спектром активности Итак, орбидол рекомендован для лечения гриппа ОРВИ Как этиотропный препарат, блокирующий репликацию вируса То есть обладающий прямым противовирусным действием Когда в 2016 году наконец пришли уже такие вот убедительные данные О механизме действия орбидола Потому что мы его знаем давно, больше 25 лет И всегда его рассматривали как индуктор интерферона и так далее Но пришли эти данные, которые, так сказать, говорят о том Что вот мишень вирус и поверхностный гликопротеин гемаглюцини А нарушенный этап в цикле репродукции вируса Это этап фузии И вот этот препарат как раз работает в этом поле И он подавляет репродукцию примерно 15 видов вирусов в клетках То есть он активен ин витро И таким образом выявлено его прямое действие Противовирусное действие И вот в рекомендациях в данном случае Отмечалось, что вообще в информации про орбидола Отмечалось, что он действует и на вирус гриппа А H1N1 гриппа пандемического H3N2, H5N1, вирус В, респираторно-систенциальный Риновирус, вирус парагриппа и так далее Но всегда это требует какой-то доказательной базы По орбидолу было обследовано более 23 тысяч человек Более 6,5 тысяч детей То есть такая доказательная база по лечению Острореспираторных вирусных, в частности гриппа У него имеется Я остановлюсь только на очень немногих Чтобы просто напомнить, чтобы доказательная база Всегда, так сказать, пытались ее максимально получить Вот так было проведено клиническое исследование Умекинавира при гриппе ОРВ Исследование Орбитр Где были сделаны следующие заключения, что орбидол облегчает течение гриппа В группе орбидола отмечалось более быстрое выздоровление, чем в группе плацебо И в группе орбидола выше доля пациентов, у которых эллиминация вируса была достигнута на четвертые сутки Но больше всего было интересно данные, которые были получены от исследования ЭГИДА И вот на карте географии исследования ЭГИДА Это 50 регионов, более 5000 пациентов, госпитализированных в стационаре с гриппом И ОРВИ, из которых более 3000 младше 18 лет И выводы по этому исследованию уже следующие Что при раннем назначении Умекинавир достоверно снижает продолжительность заболевания на 2,8 дня И до 3 дней у детей При раннем назначении Значительно снижает частоту осложнений И перечисленные дети и взрослые Пневмония до 98-96 Синуситы, бронхиты и отиты Поэтому, так сказать, вот это исследование было интересно Но оно касалось ОРВИ и гриппа Вот многоцентровое двойное исследование, сделанное в Китае Тут не очень большая группа Но тем не менее проводился у них свой есть Орбидол, обидол, как они его называют Вот медианное время, продолжительность заболевания Составила 72 часа в группе орбидола И 96 в контрольной группе Но интересно были уже исследования Которые получены, начаты, так сказать, на фоне ковида И это исследование вида 2020 Вот география тут тоже представлена Но суть заключается в том, что диагнозом, подтвержденным Ковид-19, было более тысячи человек 1213 человек И были даны следующие, так сказать, результаты Что тогда сравнивали с теми лекарствами Которые на тот момент были рекомендованы Это было в 2020 году Поэтому тут вот мы видим с вами препараты Которые на сегодняшний день уже из этих рекомендаций Практически ушли Но нас интересуют больше всего именно Те сравнения, которые сравниваются При отсутствии антивирусной терапии И назначение орбидола И вот разница достоверная Вы видите в красном Это столбики с орбидолом Группы симптомы интоксикации Которальные симптомы Тут достоверная разница По сравнению со собственной антивирусной терапией То, что, так сказать, тут основное прослеживается Еще интересно, что Если к орбидолу был добавлен Интерферон альфа То результаты были лучше И по симптомам интоксикации И по продолжительности катаральных симптомов То есть комбинация эта ускоряла Регресс симптомов COVID-19 Российские ученые Моделировали связывание орбидола С-белком вируса SARS-CoV-2 И, так сказать, вот рецептор Связывающий домен спайкового белка Это структурная часть С-белка Вируса SARS-CoV-2 Который играет ключевую роль В связывании с клеткой Имеет высокое тратство К рецептору АПФ-2 На поверхности клеток С-белок имеет два состояния Закрытый и открытый Именно переход из одного состояния в другое Обеспечивает слияние вируса с клеткой Их была создана работающая Сепдовирусная система SARS-CoV-2 С гликопротеином С на ее поверхности Которая дала возможность лучше изучить Взаимодействие вируса COVID-19 с молекулой умикеновира И продемонстрирована активность умикеновира На ранней стадии репликации вируса Значит, был сделан вывод Что умикеновир блокирует образование комплекса Рецептор, связывающий домен И рецептор АПФ-2 То есть блокирует процессы проникновения вируса в клетку Исследователями Австрии и Японии Австралии, извините, и Японии Также была проведена аналогичная работа Где было доказано, что молекулы умикеновира Связываются на границе рецептора Связывающего домена поверхностного С-белка И рецептора АПФ Что создает жесткую структуру И ограничивает проникновение вируса Но вирус эволюционирует Он меняется И нас всегда, так сказать, тревожит Какой будет следующая мутация Насколько будет высокая трансмиссивность Насколько будет высокая смертность от него И как будут работать Если, так сказать, можно, так сказать Пользоваться какими-то препаратами И это отношение именно Все идет отсчет по отношению к уханьскому штамму Вы видите, тут и альфа, и бета, и гамма, и дельта, и омикрон И что интересно Что проведенные исследования в Соединенных Штатах Подтвердили активность эрбидола на разные штаммы коронавируса Брался уханьский исходный Брался британский Который был получен из Королевства Соединенного И южноафриканский И везде было отмечено, что молекула орбидола Снижает способность вируса Сарсков-2 проникать внутрь клетки и размножаться Описан участок связывания эрбидола в районе между клеткой и вирусом Вот этот рецептор, связывающий домен И противовирусная активность эрбидола Достаточно для разных штаммов Сарсков-2 При взаимодействии эрбидола даже с мутировавшими штаммами Наблюдается ингибирование проникновения вирусных частиц в клетки И вот интересное исследование, которое сделали китайцы Оно опубликовано только в феврале этого года Группа китайских ученых описала принципиально новый механизм действия орбидола Связанный с ингибированием сиалогликанов Сиалогликаны – это гликаны, содержащие сиаловую кислоту Это поверхностные комплексы, клеточные мембраны Новые мишени для прикрепления коронавирусов Сиаловая кислота в патогенезе COVID-19 участвует в развитии иммунного ответа Возможно, тяжелое течение COVID-19 Также связано с большим содержанием сиаловой кислоты в организме И повышение содержания сиаловых кислот наблюдается при заболеваниях воспалительного генеза При нарушениях обмена веществ, ишемической болезни, сердцеонкологических заболеваний Возрастает при астме и хоббл Так вот, исследование проводилось на клетках бронхолебочного эпителия человека 90% из которого были связаны с остатками сиаловой кислоты И было обнаружено, что орбидол нарушает структуру сиалогликанов на поверхности вот этих клеток Тем самым снижает способность вируса к прикреплению Что важно для профилактики и раннего лечения COVID-19 И тут приводится цитата вот этой группы ученых китайских Которые отмечают, что орбидол препарат широкого спектра действия активен в отношении вирусов гриппа Коронавирусов, вызывающих заболевания человека Риновирусов, аденовирусов, респираторно-сенциального вируса И вирус коксаки, вирус азика и многих других Тогда получается, что вот в этот широкий спектр против вирусной активности орбидола Мы можем дописать еще нижнюю строку Где написано, что SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию Тоже входит в показатели активности орбидола Клинические исследования, которые были сделаны Вот последние, например, это индийское исследование Где было отмечено, где исследовалась эффективность, безопасность и переносимость препарата По сравнению со стандартизированной терапией У пациентов не тяжелый COVID А симптоматическая терапия еще включала Помимо симптоматической, включались еще и антикоагулянты Вот две группы, да, они не очень большие Значит, 63-60 человек Но в той группе, где был применен, значит, омикеновир Вот на фоне этой стандартизированной терапии Симптоматической с антикоагулянтами На пятый день пациентов с отрицательным тестом ПЦР Было значимо больше, чем в группе плацебо Поэтому отмечался еще хороший факт переносимости Факт хорошей переносимости, но он был ожидаем Так как накоплен опыт безопасного применения На протяжении более 25 лет в качестве безрецептурного препарата Значит, вот исследование Ретроспективное, когортное По пациентам с тяжелым течением COVID И определились такие показатели, как Смертность, повреждение миокарда Перевод на ИВЛ Влияние антивирусной терапии на лабораторные Некоторые показатели И было отмечено, что препарат орбидол достоверно снижал Смертность у пациентов с тяжелой формой заболевания А также находящихся в критическом состоянии Что касается профилактики Когда начался COVID А в Китае орбидол есть И он у них был к этому времени И уже, так сказать, они могли с ним работать И поэтому проводилось исследование На контактных лицах внутри семьи 27 семей И на медицинских работниках Которые принимали или не принимали COVID И вот среди тех, которые принимали COVID Большинство в этой семье не заболели И так же самое это касалось и с семьей Поэтому показатель защищенности составил 98,2% среди членов семьи В которых есть зараженный человек И 81% среди медицинских работников В рекомендованные схемы лечения В амбулаторных условиях Орбидол входит в две схемы терапии При легком течении COVID-19 В амбулаторных условиях И рекомендовано назначение орбидола В течение первых семи дней Или при продолжительном результате Лабораторного обследования на РНК Но посмотрите Первый вариант схемы Это пациенты в течение менее трех дней Но имеющие температуру меньше 38 Умекенавир 200 мг Четыре раза в сутки 5-7 дней И еще появляется тут интерферон альфа И второй вариант Это при повышении температуры Больше 38 В течение более трех дней И также умекенавир Альфа Интерферон альфа Те же дозировки фактически И будисонит Порошок для ингаляции И парацетамол И тут же оговаривается Очень важная вещь В обеих схемах Рекомендуется назначение Пероральных антикоагулянтов При наличии факторов риска Тромбообразования И так Этиотропные противовирусные препараты Рекомендованные По лечению пациентов COVID-19 В амбулаторных условиях На легкое течение Рекомендован Умекенавир И интерферон альфа Ну в данном случае Мы вспомним Препарат генферон Средне тяжелое Павиперавир Например И тот же генферон Лайт И отдельно Говорим о беременных Которым Рекомендован Интерферон альфа А профилактика Это интерферон альфа Как и беременным И пациентам С сахарным диабетом И так далее И так далее Но что такое Препараты с интерфероном Мы все с вами Очень хорошо знаем Знаем все прекрасно Препарат гриппферон Почему именно Интерферон альфа Потому что Проникновение вируса В клетку Очень важно Ну это основной Так сказать Механизм Который И так сказать Нас больше всего Интересует В начале заболевания И для проникновения В клетку вируса Сарсков-2 С помощью С-белка Вирус должен Присоединиться К неактивному Рецептору АПФ-2 А интерферон Увеличивает количество Этих рецепторов Но также Активирует их Препятствуя проникновению Вируса в клетку Так что Экзогенный интерферон Альфа Активирует Неактивные рецепторы АПФ-2 Предотвращая Присоединение к ним Вируса И проникновение Через клеточную Мембрану И вот на этом Слайде видно Что изоляты Сарсков-2 Варианты Амикрон Как раз Очень чувствительны К лечению Интерферона В принципе Позиция Интерферона Альфа Борьбе с Ковид Был систематически Сделан обзор И в конечном итоге Выявлено Что где-то На более чем На 5 дней Укорачивается Период Выделения Вируса И сокращается Период Госпитализации Тоже примерно На эти же сроки Но У нас есть Разные Так сказать Фирмы делают Этот интерферон Альфа И есть такой препарат Который называется Генферон Лайт В чем его Особенность В чем его Изюминка Значит Дело в том Что Помимо вот Интерферона Альфа Широкий спектр Прямого Противовирусного Действия Посредственные Антибактериальные Эффекты Ну Иммуномодулирующие Действия Туда входит Еще и Таурин Который Оказывает Противовоспалительное Антиоксидантное И потенциирует Свойства Интерферона И обладает Еще собственной Противовирусной Активностью А Если говорить О том Что Вот Идет еще И активация Местного Иммунитета Когда Активируется Местный Иммуноглобулин А То Сегветорный Иммуноглобулин Очень важен Потому что Он представляет С собой Первую Линию Защиты Благодаря Своей Способности Непосредственно Ингибировать Пролиферацию Патогенов Слизистой Оболочки Дыхательных Путей Многоцентровое Плацебо Контролированное Исследование Эффективности Безопасности Генферона Лайт Спрей У больных ОРВИ Было проведено И тут Отмечалось Что Терапия Этим препаратом Снижает потребность Симптоматической Терапии Более чем В три раза У больных С ОРВИ По сравнению С плацебо И наблюдается Элиминация Возбудителя У 100% Применявших Генферон Лайт Но Интересно То, что Разные Варианты Есть Этим Терапирона Альфа Есть без добавок Есть с аскорбиновой Кислотой То есть Различными Так сказать Еще добавками С антиоксидантами С аскорбиновой Кислотой Токаферолом И там С унитиолом И так далее Но вот Именно С таурином Имеет Как-то Наиболее Высокий Индекс Селективности Что является Показателем Безопасности И эффективности Поэтому Выводы Все-таки Еще Такие Что Посмотрите Значит Максимум В дозе Имеется 50 тысяч Международных Единниц Интерферона По сравнению С тем Препаратами Другими В которых Ну вот Грипферон 5 тысяч И так далее Поэтому Тут вот Высокая Высокая Еще Так сказать Концентрация И благоприятный Профиль безопасности Он разрешен У применения У беременных И кормящих Значит Профилактический Курс Это Одна доза Два раза в день 5-7 дней В каждый носовой ход А терапевтический Это одна доза Три раза в сутки В течение Пяти дней В каждый носовой ход Еще Кстати Входит И масло Мяты И глицерол Что обладает Увлажняющим И смазывающими Свойствами Ну а Говоря о симптоматической Терапии Которую мы все Вынуждены Рекомендовать Назначать Необходимо Еще Вспомнить О той терапии Которая Направлена На Комплексную Терапию Бронхита Или острого кашля Который возникает И вот в данном случае У нас При ОРГ Уже давно Апробирован препарат Который называется Кадалакнео Препарат Который Содержит в себе Бутамират Это препарат Центрального действия Блокирующий Кошлевой Рефлекс До 6 часов Идет подавление Сухого кашля Препарат Не относится К алкалоидам Опия Подходит Для действенного Применения К нему Нет привыкания Значит И сироп Есть детям С 2 лет Капельки Там с 2-х месячного Возраста Но вот сироп Это с 2-х лет По 15 миллилитров 4 раза Взрослым И детям Так что детские дозы В зависимости От возраста А таблетки Взрослым По одной таблетке Каждые 8-12 часов И Если Есть уж Влажный Кашель Или нужно Перевести Скорее Вот при ОРВ У детей Исходно Довольно Так сказать Сухие Слизистые И сухой Кашель И поэтому Перевод Во влажный Кашель Порой Это Очень оправданно Бывает Поэтому Кадалак Бронка Это Комбинированный Препарат Для Купирования Влажного Кашля И туда Входит Нам с вами Очень хорошо Известный Препарат Амбраксол Который Является И муколитиком И отхаркивающим Одновременно Но туда Входят И другие Составляющие Сравяные Как Чебрец Как Термолфис И В принципе Этот препарат Имеется В виде Эликсира И в виде Таблеток Детям Эликсира С двух лет А Детям С 12 И взрослым Это могут быть Уже Таблетки И Мы все знаем С вами Амбраксол Откаркивающие Муколитическое Действие Снижение Вязкости Мокроты Повышение Двигательной Активности Мерцательного Пителя Что характерно Для откаркивающих В первую очередь Облегчение Выведения Мокроты Но туда Входит Еще Глицериденат А вот Глицериденат Полученный Из Солодки Или Лакрицы Как хотите Да Он обладает Противовоспалительным Действующим Действием Значит Он потенцирует Действие Эндогена Глюкок Кротикостероидов Оказывает Противовоспалительное И противоаллергическое Действие Оказывает Антиоксидантное Действие Мембраны Стабилизирующие И Благодаря Выраженной Противовоспалительной Активности Способствует Уменьшению Воспалительного Процесса В дыхательных Путях Ну вот тут вот Так сказать Эффекты Листеридената Еще раз Почетнуты Противовоспалительное И мембранно-противное Действие Поэтому Было сделано Исследование Которое Просто сравнительное Исследование Клиническое Исследование По эффективности Кадалака Бронха И сравнивали С моноамбраксолом И Так сказать Было отмечено Что Было преимущество В уменьшении Количества Дней Отхождения Затрудненное Восхождение Мокроты И приступов Кашля До 23-28 По сравнению С моноамбраксолом Значит Вот В рекомендациях Министерства Здравоохранения Есть И памятка Для Пациентов Которые Заболевают И как бы Еще непонятно Что Значит Повышение Температуры Слабость Головная боль Ломота В суставах Озноб Кашель Грипп Под вопросом Ковид Под вопросом И в первые часы заболевания Необходимо начинать Противовирусные препараты И вызывать врача И до прихода врача Можно научить своих пациентов Как бы информацию Такую уже дать Можно самостоятельно Принимать Арбидол По 200 мг Четыре раза В день Пять дни Интерферон Альфа Три раза в день Пять дней При повышении Температуры Выше 38,5 Парацетамол Не чаще Три раза в день Обильно питью И так далее И так далее Ну и Не рекомендуется Естественно Принимать Антибиотики Аспирин Не делать КТ В первые дни Без рекомендации Ну и контроль Естественно Хронических заболеваний Таких как Сердечно-сосудистые Сахарный диабет Бронхоабструктивный И так далее То есть Для всех членов семьи Которые были в контакте Взрослым Арбидол 200 мг Один раз в день 10-14 дней Детям 6-12 лет Арбидол 100 мг Один раз в день На 10-14 дней Это уже Так сказать Профилактика Но Если вот Так сказать Вернуться к тому Что Сейчас мне удалось Как бы озвучить То В этом Моем Таком Практическим Каким-то уклоном Естественно Выступлении Отображена И частично Этиотропная терапия Патогенетическая И симптоматическая То есть Есть вот такая Линейка Препаратов Которыми Можно Пользоваться Тем более Что они Нам уже По разным Поводам Хорошо знакомы Спасибо вам За внимание Так Спасибо большое Я не вижу Вопросов Я вижу Какие-то Соображения На которые Ответ Очень простой Значит Требуется Проведение Рандомизированных Исследований Сравнительных Прежде чем Можно сказать О том Препарат Эффективен Или неэффективен А любое Наблюдение Что это Кому-то Помогло Кому-то Не помогло Оно Лишено Смысла Как в ту Так и в другую Сторону Поэтому Для того Чтобы что-то Обсуждать Нужны исследования К сожалению У нас Во время Ковида Сломалась Какая-то Тема Исследовательская И нам Впаривали Препараты Самыми Сомнительными Данными Типа Они делают Хорошо Поэтому Поэтому Мы Перейдем Раз Вопросов Нет К следующему Докладу Моим